В Чувашии у молодежи есть широкое пространство для реализации своих возможностей. Одноименный республиканский форум состоялся в минувшую субботу. Девять площадок, живое общение и конструктивный диалог с властью. Об этом в нашем сюжете. Сотни молодых лиц, креативных, предприимчивых и заинтересованных в саморазвитии. Для них организаторы форума предложили девять тематических площадок. Трудовое движение, наука, патриотизм, добровольчество, некоммерческие организации, предпринимательство, творчество. Творчество теоретической основой, с помощью которой им будет более понятней выбрать верное направление. Ведь что такое режиссура? Режиссура в переводе с французского – это задать надлежащее направление. Вот чтобы выбрать правильное направление, задать его и быть понятным зрителям, мы и проводим сегодняшнюю встречу. Живой интерес возник по поводу патриотического движения «Юна армия». Оно образовалось летом 2016 года при поддержке президента страны и по инициативе Министерства обороны. Цель детско-юношеского движения – патриотическое воспитание нового поколения российских граждан. К слову, в каждом субъекте Российской Федерации есть местные отделения и их координаторы. Главное, для чего признано это движение всероссийское – это объединить все структуры, все организации, все органы, которые занимаются гражданским, военно-патриотическим воспитанием нашего населения. Это самое главное. Не нарушает традиции тех уже движений, которые у нас есть. Это юные казачества, это военно-патриотические клубы и другие организации, которые занимаются допризывной подготовкой граждан к военной службе. Форум собрал почти 800 представителей студенческой и работающей молодежи республики. Давали мастер-классы и делились полезной информацией на площадках 40 экспертов, в том числе из Казани, Москвы и Сочи. Все, это хороший контент, хорошая реклама и все хорошо. Если вам все время не нравится, на ребят не показывайте это клиентам. Активные участники диалога, лидеры студенческих движений продолжили общение на молодежные темы с главой региона Михаилом Игнатьевым. В ходе неформального разговора они делились впечатлениями о работе форума. Так, итогом работы площадки трудового движения стало решение возродить в республике медицинские отряды. Мы возрождаем направление медицинские отряды. Сегодня у нас были представители Министерства здравоохранения, были представители медицинского факультета Чувашского государственного университета и Чебоксарского медицинского колледжа. Нас это не может радовать, потому что медицинские отряды нам очень нужны. Они набирают полные обороты по всей стране, для них проводятся также отдельные конкурсы. И мы хотим, чтобы не только другие направления представляли нашу республику во всероссийских каких-то проектах, но и медицинские отряды тоже. Молодые люди выступили с инициативой ввести возможность подачи документов на повторное. Через три года – в соискании специальной премии главы Чувашской республики. Сейчас награду за особую творческую устремленность можно получить лишь единожды. Я вот Юрий Николаевич уже давал задания, соответственно, вот с моей стороны нет никаких проблем. Ротация может быть, но на второй раз мы будем оценивать комплексно, какой результат получился от того, что вы уже первый раз получили. Глава региона подчеркнул, что правительство республики всегда в конструктивном диалоге с молодежью. Заручиться поддержкой молодые лидеры могут и на федеральном уровне. Я хотела бы, чтобы вы опирались в том числе и на мое плечо, потому что регион имеет будущее, если у молодых людей этого региона есть перспективы и есть поддержка. Награды за вклад в развитие и реализацию молодежной политики, а также дипломы победителям различных конкурсов вручили на торжественном закрытии молодежного форума, что наверняка станет дополнительным стимулом добиваться еще больших высот. Ирина Волкова, Рассиль Мухаммедов, Республика.